Иван Мозик Если кто-то... Поднимите руки, кто-то был в прошлом году на моем докладе О, куда Я вам сразу небольшой спойлер Этот доклад чуть попроще, да? Чем лямбды, АВС, микросервисы Там были достаточно сложные концепции Сложные штуки Довольно новые на этот момент В этом докладе я делаю небольшой шаг назад И с какой-то стороны шаг навстречу тем Кто впервые вообще слышит про облако Хотел бы попробовать, но не знает, с чего начать И здесь я расскажу вообще в принципе Что это такое И подробно я буду останавливаться на том Какие опции предлагают существующие игроки на рынке Которые позволяют вам бесплатно Или очень дешево попробовать что-то запустить в облаке И как-то поэкспериментировать с ним Окей, поехали Мы начнем, что такое облако Не знаю, видели вы этот мемчик или нет Действительно, облако на самом деле Это всего лишь чей-то еще компьютер И ничего такого в этом нет И этот чей-то еще компьютер Он присутствовал в интернете с самого его рождения Всегда сайты запускались просто на сервере Где-то там Облако в общем-то это вроде бы точно такой же сервер Который находится просто в дата-центре Но в чем тогда фишка Почему вокруг облаков в свое время был такой хайп И он сейчас немножко утих Но эта тема продолжает быть актуальной В первую очередь современные облака Стали возможны благодаря виртуализации Когда у вас есть не один железный сервер Когда у вас есть много серверов На которых вы запускаете виртуальные машины И чаще всего на одной железной машине У вас может быть запущено несколько виртуальных При этом они могут Их можно переносить с одного железного сервера на другой Их можно запускать много-много копий Это дает нам масштабируемость И за счет масштабируемости Это нам повышает отказоустойчивость Если приводить пример То, например, у нас есть какой-то интернет-магазин Или у нас есть какой-то сайт Ну, скажем, есть такая премия Крейми У них есть свой сайт, который раньше был написан на Трупале Но сейчас, скорее всего, тоже Может, переписали на чем-то Не суть важна Это интернет-сайт У которого есть четко выраженный пиковый график В момент, когда... Пиковый график Когда у вас происходит вручение премии Всем интересно Все ходят на этот сайт Весь остальной год Там приходит довольно мало посетителей Которые... Ради которых держать тяжелые, мощные сервера Нет никакого смысла Как решается эта проблема в случае облаков? Компания, которая размещает этот сайт В данном случае, Грейми Они покупают виртуальные машины И в тот момент, когда у них идет пиковый трафик Когда приходит много-много посетителей Они могут запустить дополнительно Большое количество виртуальных машин В облаке, в Амазоне Где раньше они постились И таким образом Этот трафик они могут обработать Большой наплыв посетителей Они могут обработать Почему это нельзя сделать легко С железными машинами Я думаю, понятно Потому что для того, чтобы поставить дополнительный сервер в стойку Это надо, во-первых, его заказать, купить Во-вторых, подключить Все там настроить И это занимает долгое время За это время премию вручили И он уже никому не надо А вернуть его потом дальше невозможно Если мы пользуемся облачным провайдером То мы платим только за то время Пока наша виртуальная машина запущена И запускается она в течение минут И для этого не нужно отправлять туда по заказу Ждать Полиус сервисы в облаке Позволяют ее легко и быстро подключить К уже существующим Лот-балансеру Который раскидает нагрузку Кроме масштабируемости Облака нам дают еще и отказоустойчивость Действительно, если ваши виртуальные машины Распределены по 3-4 реальным железным машинам В дата-центре у провайдера То если какая-то из них Из-за аппаратного или программного сбоя Сбоя виртуализации вышла из строя То все остальные все равно работают Таким образом, из компонентов с небольшой надежностью Можно строить систему с высокой надежностью Окей Какие облака, в принципе, бывают Вот здесь, на картинке Вот это синее Я надеюсь, там видно Это так называемый Cloud Stack И по тому, за какую часть За какую часть Cloud Stack отвечаете вы А за какую часть отвечает ваш провайдер То есть тот, у кого вы покупаете услуги Клавд-постинга Вот различают разные типы облаков Есть software как сервис Есть платформа как сервис И инфраструктура как сервис Что там входит в этот стек Дальше идет виртуализация То есть это софт, который позволяет запускать виртуальные машины Дальше идут сервера Сервера это собственная виртуальная машина И внутренне, что у нас там Внутренне запущена база данных Или это окружение запуска приложений Ну и собственно наше приложение Как выглядит традиционный постинг Есть такое понятие как On-Premises То есть это постинг, когда вы вообще размещаете у себя Где-то в компании у вас стоит стойкость с серверами Чаще всего в софтверных компаниях такая система тоже есть Она используется для каких-то там рабочих окружений Да, там DevEnvironment развернут Можно там запустить этот сайт Или запустить какую-то штуку Посмотреть как она работает Подвестировать ее перед тем как отдавать ее заказчику Тогда вы контролируете все И вы отвечаете за весь этот стек Если у вас традиционный выделенный сервер Который вы покупаете на каком-нибудь Хенснере То тогда у вас вы отвечаете только за ту часть Вот туда, за ту сервер Хардвер И в принципе там у вас есть некоторая гибкость А, да, я забыл сказать Когда я говорю вы отвечаете за какую-то часть стека Это еще и значит, что вы контролируете эту часть стека И вы можете сделать с ней все что угодно В случае с выделенным сервером Там у вас вы контролируете все вплоть до сервера Хардвера И там у вас есть некоторая гибкость То есть вы можете выбрать что-то из того Что предлагает вам хостинг провайдер А все что выше Это вы сами настраиваете Сами устанавливаете И как бы все риски Которые связаны с этими штуками Вы берете на себя На другом полюсе вот этого всего Находится софтверс сервис Там где, ну, желтым Это собственно все за что отвечает провайдер Вот он отвечает здесь за все Включая приложение А в приложениях вы можете там Свои какие-то настройки делать С точки зрения программистов, разработчиков Это самое неинтересное облако Потому что здесь как такового программирования нет И я тут даже примеры привел Которые Где тут можно попрограммировать Это в Salesforce В Office 365 Это вы просто используете Офисные программы В браузере Там Booking.com Это вообще там, да Программирование отелей Но Salesforce это CRM То есть это система управления Взаимоотношений с клиентами Когда вы Она очень нужна людям Которые что-то продают Неважно Это магазин какой-то Или это люди Которые продают Услуги по разработке Программного обеспечения То есть мы в компании Тоже используем CRM Только другую Здесь С точки зрения программистов, разработчика Вот эти штуки Ему интересны только тем Что они как правило Предоставляют какие-то API И вы с этими API уже работаете При этом вы совершенно Не заморачиваетесь Что там происходит За Вот этим всем API Провайдер должен Он должен думать о том Чтобы эта API была всегда доступна Всегда отдавала правильные данные Если у него там падают сервера То у вас это никак не должно касаться Следующее Это у нас Платформа сервис Здесь примеры Того, что Тех провайдеров Которые предоставляют Платформу как сервис Сюда бы стоило еще добавить Google Но это я бы Добавлял уже Чуть позже После первого Проклона этой презентации И сюда его добавить забыл Так вот Платформа как сервис Говорит о том Что Провайдер Занимается Всем Вплоть до Ронтаймов А вы Как программисты Пишите просто Ваш аппликейшн И вы этот аппликейшн Каким-то способом Отправляете в облако И в этом облаке Оно работает При этом вы Совершенно не должны думать О том Как оно Масштабируется Ну или у вас есть Какие-то стандартные средства Для того, чтобы Легко его отмасштабировать И Всем остальным Занимается Ваш Провайдер Но Вы Сильно ограничены В выборе Ронтаймов У вас есть Какой-то Предопределенный Набор Ну Я буду рассказывать Про хиропру Скажу Например Какие там есть И По всему остальному У вас тоже Как бы Достаточно ограниченные Возможности Нет гибкости И Следующее Но Исторически возникшее Когда мы говорили Об облаках Примерно Наверное Два-три года назад Мы обычно говорили Об инфраструктуре Как сервис Инфраструктура Как сервис Говорит о том Что Вы запускаете Виртуальные машины А дальше Что вы делаете В этой виртуальной машине Чего вы там Настраиваете Какую операционную систему Ставите И это уже Что хотите А хотя Не совсем Операционную систему Вы обычно Выбираете У вашего провайдера У него есть Какой-то список Но обычно Этот список Очень широк То есть Там есть Все что сейчас Все которые Сейчас возможны До недавнего До какого-то времени Там были проблемы С FreeBSD Но даже С ними Сейчас То есть Их тоже Можно там Запускать То есть Все что Можно запустить На PC Совместимом Компьютере Там можно Запускать Виртуальную Машинку Ну и Собственно Самое интересное Это Где нам Скачать Облако Как его попробовать Каких торрентах Оно лежит Ну естественно На торрентах Его нет На его базе Можно Свои Делать А Давайте Пройдемся По Тем логотипам Которые были На предыдущем Слайд Опять И больше О них расскажу Так Digital Лоши Здесь Я буду Говорить Какая хлява То есть Кто предоставляет Какой Бесплатный Доступ Совсем Бесплатная Digital Лошина Нет Но У них Бывают Иногда Каким-то Там То есть Бывают Акции Когда Они Раздают Свои Промо-коды И Промо-кодами Можно Насобирать У нас Был Один Товарищ Который Задался Целью Он Насобирал Аж 50 Долларов Ему Это Хватило На Пару Месяцев Экспериментов В принципе Возможно Но Не Всегда Чем Вот Что Самое Классное Диджитал Лошин Это Классическая Инфраструктура Как сервис То есть Там Вы Запускаете Виртуальные Машины И Ну Больше Особо Каких-то Инструментов Апи Каких-то Штук Там Нет Но Зато У них Виртуальные Машины Все С С С Дисками И Чем Еще Полезен Диджитал Лошин Когда Вам Нужно Найти Какой-нибудь How-to Ну Там Например Установить Yelp Stack Plastic Search Stack Это Решение Для Сбора Блоков С Ваших Приложений И Их Отображение Где-то В одном Месте Аналитики Обычно Если Вы Google Убиваете На английском Install Yelp Stack Ubuntu То В первых Ссылках У вас Обязательно Будет Digital Лошин И Надо Сказать Что Эти Мануалы Пошаговые Инструкции Они Хорошие Они Работают Поэтому Я его Добавил Сюда Если Вы Будете Что-то Пробовать Делать В Клауде Наверняка Вам Эта Штука Пригодится Ну И Англист Вам Следующий Провайдер В моем Списке Который Предоставляет Бесплатный Доступ И Он Очень Ориентирован На Разработчика Это Hiroko Между Прочем Эта Презентация Тоже Залипа На Hiroko И Я Ее Показываю С Интернета Что Они Предоставляют Hiroko Это PaaS То У них Есть Платформа Есть Определенные Требования К Тому Как Должен Выглядеть Ваш Код Настройки И С Какими Таких Обружениях Он Может Запускаться И Вы Этот Код Туда Отправляете Используя Geek И Он Там Просто Запускается Hiroko Для вас Запускает Контейнер Который У них Называется Dino И Вот Какие Dino У них Бывают Это Те Что Поддерживаются Официально Плюс У них Есть Большое Количество Dino Которые Поддерживаются Сообществом И Там Гораздо Больше Языков Но Тут Основные Здесь Есть Полностью Бесплатно Просто Вы Регистрируетесь Hiroko Вы Получаете 550 Часов Работы Вашего Приложения В месяц Как Это Считается Тут Есть Момент Считается Там Не чистое Процессорное Время Иначе Бесплатные Контейнеры Для Запуска Ваших Сайтов Приложения Апи Или Чего Нибудь Еще То Дина При первом Запросе К этому Сайту Запускается После Этого Полчаса Оно Будет Находиться В рабочем Состоянии И Обрабатывать Запросы Достаточно Быстро Первый Запрос У вас Ведет На ожидание Там Пара Десят В секун Когда Дина Чтобы Дина Запустилась Потом Она Будет Активна В течение Получаса Если В течение Получаса Больше Запросов Не будет Хирурга Автоматически Выключает Этот Дина И Дальше Собственно Часы И не считает Соответственно 550 Часов Месяц Для Разработки Если Вы Активно Что-то Пытаетесь Про Как-то Экспериментируете Вам Хватит В принципе Вот так Более того Этих Дина Вас Никто Не Ограничивает В том Сколько Вы Можете Запустить Дина На Одном Аккаунте Там Есть Ограничения Вернее Не Совсем Верно Там Ограничения Есть Но Оно Достаточно Большое Вы Устанете Их Педалить И Вы Можете Там Даже Попробовать Запускать Какие-то Микросервисы Свои Запустили Несколько Сервисов Проверили Как они Между собой Будут Взаимодействовать Так что Это Тоже Очень Прикольно И Это Все Доступно Вы Просто Зарегистрировались Сервисов Если У вас Есть Банковская Карточка Виртуальные Карты Банка Которые Нельзя Называть Там Вполне Работают Такой Зеленый Логотип Знаете Наверное Значит У вас Будет Доступно Бесплатно До Тысячи Часов Ваши Дина То есть Вы Можете Запустить Несколько Сайтов Которые Будут Обрабатывать Запросы Если Они Будут В какие-то Периоды Засыпать То Все Это Будет Для Вас Бесплатно Есть Ограничение На То Что Память Которую Может Использовать Ваш Дина Только 512 Мегабайт Еще Они Пишут Про Одна Веброль Один Веркер Вот С Этим Я Так И Не Болю У Меня Запущено Сейчас На Одном Аккаунте 5 Дина На Другом 2 Но Постоянно Живых На Ходится Может В нем Может Быть 3 И Я Не Вижу Где Это Ограничение Применяется Но Ограничение По Памяти У Вас Действительно 512 Мегабайт Поэтому Например Когда Туда Деплоится Вхп Приложение Его Зависимость Продвигается Через Композер Там Есть Такой Прикол Композер Когда Он Стартует Первый Его Старт Он Очень Много Памяти Жрет И Если Вы Пишите Используете Хироку То Вам Нужно Обязательно Вместе С Композер Джисон Туда Отправлять Еще Пайл Композер Лог Которым Уже Результат Первого Запуска Композера Где Конкретные Конкретные Зависимости Чтобы Просто Хироку Пошел И Выкачал Эти Зависимости Если Он Будет Строить Дерево Зависимости Внутри Контейнера Он Сожрет Все Он На самом Деле Ему Порядка Гигабайта Можно В Поехали Дальше Что Еще Предоставляет Року Здесь Есть База Данных Но Вот Это Как Раз Для Разработки Потому Что 10 Тысяч Строк Для Возгресса Нам Даже Для Разработки Ухватало По Большому счету Как Только Вы Зарегистрируете Какую Свою Платежную Карточку Снимать Он С Ни Никаких Денег Не Будет Но Этот Лимит Увеличится По Мол Сейчас Точно Не Помню Но Его Уже Тогда Более Менее Хватает И К Року Есть Большое Количество Плагинов Которые Предоставляют Партнеры Там Соответственно Тоже Много Разных Бесплатных Ну Вот Они Перечислены Их Можно Просто В Плагинах Посмотреть Где У них Есть Ну И Великий Ужасный Амазон Если На самом Деле Я Буду Написывать Все Сервисы Которые Там Есть Хотя Б По Одному Слайду Хотя Б Парой Слов Сказать Что Он Делает Мы Через Неделю Закончим У них Реально Очень Много Сервисов Вот Эти Все Иконки На Самом Деле В Каждый Из Ним Есть Еще Несколько Под Сервисов Например Волюмы То есть Это Диски Разделы Да Там Есть Лот Балансинг Там Есть Еще Куча Всего То Дальше Также Под Каждой Иконкой Там Несколько Пунктов Про Которые Можно Рассказывать Там Минут Двадцать Тридцать Что У них В Их Фритрайл Вернее Фритайл У них Есть Такое Понятие Когда Вы Регистрируетесь На Амазоне Вам Нужна Обязательно Будет Банкерская Карточка Для Того Чтобы Там Зарегистрироваться На ней Должен Быть Хотя Один Доллар Который Они Спишут Проверить Что Эта Карточка Действительно Существует И Потом Вернут Обрат Начиная С момента Регистрации И Целый Год Вы Можете Использовать 750 Часов В Месяц Виртуальные Машины С Такими Ограничениями Как Там Написано Если Вы Ее Допустим Запускаете Не Не Целый Ну То есть Она У вас Не Целый Месяц Стоит Включенная Соответственно Вы Сможете Запустить Там 2-3 Таких Машины Можно Машину Больших Размеров И Есть Сервисы Которые В течение Года Доступен Какой-то Бесплатный Уровень Использования А Есть Которые Доступны Всегда Например Для Афта Функции 1 миллион Вызовов Вы можете Использовать В месяц Это Штука Доступна В Амазоне Ну Пока Что Они Говорят Она Всегда Будет Доступна Точно Так У них Есть Документы Ориентированные Кваза Данных Динамо Ди Там Вы можете Хранить Там Сколько Угодно Кроме Этого У Амазона Есть Такая Штука Как AWS EDUK Они Сотрудничают С университетами Насколько Я понял Оно Работает Очень Просто Если У вас Есть Емейл В доменной Зоне Точка Эду То Вы Можете С этим Емейлом Зарегистрироваться В Амазоне И Подать Податься На AWS EDUK И У вас Будет Доступно Даже Больше Чем Во Фритайре Но Некоторые Сервисы Будут Доступны Например Кодирование Видео Какие-то Еще Тяжелые Штуки Достаточно Скудный У них Триал У них 200 Долларов Вам Дают На Первый Месяц Естественно При условии Что У вас Есть Карточка Которая Снимут Потом Вернут Один Доллар До Десяти Бесплатных Приложений Так Называем Ап Сервис Такой Как бы Способ Запускать Сайты Чем-то Похожие Бесплатных Приложений Всегда Независимо И Одна База Данных Небольшая На МСК Или Там Есть Еще Вариант Через Маркнеров Получить Мод В целом Вообще У них Сервисов Примерно Столько Сколько Амазон Они Сейчас Главные Конкуренты На Рынке Таких Больших Серьезных Облаков У них Есть Тоже Программа Microsoft Imagen Которые Через Которые Они Сотрудничают С вузами Что В этой Программе Классно То Что В Microsoft Imagen Входят Не только Продукты Облачные Но Также Например Студия И Другие Продукты Microsoft Google Cloud Платформ Сейчас Эти ребята Догоняющие Они Можно Сказать Запустили Свои Облачные Сервисы Одними Из Самых Самых Последних Поэтому Они Естественно Очень Агрессивны В плане Бесплатных Плюшек Для того Чтобы Привлечь Тех Кто Будет Пробовать Облака Поэтому Они Вам Дают 3600 Долларов На Первый Год Использовать Для Там Нужна По-моему Карточка Платежная Примерно В том Жеме Со Всеми Остальными И Аккаунт Google То Вы Заходите Cloud Google Дочек Ком И Просто Там Регистрируйтесь И с этого момента Вы можете Использовать Их Клав В принципе Сервисы Все Такие же То есть Там есть Виртуальные Машины Там есть Сервисы Похожие По своему Принципу Работы На Фироку Там Есть Единственное Как бы Благодаря Такому Щедрому Реалу 300 Долларов В месяц У них Есть Это Единственное Облако Где Вы Сможете Запустить Пластер На Кубернет Это Значит Что У вас Будет Несколько Виртуальных Машин Объединенных В Кластер И Вам Хватит Вот Этих Вот Денег На Реале Для Чтобы Этот Кластер Работал Месяц Постоянно И Ну Кубернет Вообще Отдельная Очень Прикольная Тема Которая Имеет Отношение К Микросервисам Так Вот Только На Гугле У вас Будет Возможность Это Сделать Из Недостатков К Сожалению Гугл Программа Гугл Грамм Которая По Работе С Университетами Не Работает С Украиной У них Ограниченный Там Список И У них У гугла Очень Специфический Интерфейс Правда У них Есть Такая Штука Которая Надо Покорить Венуцоидов У них Есть Так Называем Клауд Консоль Ну Она Прекрасна Но Ее Надо Видеть Как бы Описывать Ее Бесполезно Потому Что Там Вы В режиме Командной Строки Можете Управлять Всеми Сервисами Этого Облака И Кроме Этого Вы Можете Прямо В этой Командной Строке То есть Фактически Это у вас Запущена Небольшая Вартуальная Машина В которой Вы можете Запустить Какой-то Свой Код Чисто Для Отладки Для Разработки Для Проверить Какую-то Штуку Вы Можете Запустить Свой Код И Если Ваш Какой-нибудь Скриптик Слушает Какой-то Порт То Google Вам Дает URL По Которому Можете Зайти Посмотреть Как Этот Скриптик Отрабатывает Для Тех Кто Разрабатывает На Ноде На Код Вообще Такая Очень Клевая Фишка То есть Вам Свой Код Гитом Стащили Внутри Этой Консоли Запустили Там Посмотрели Как Он Работает Ну Вот Собственно Говоря И Все По Всем Облакам То есть Я кратенько Пробежался По Каждому Что Они Предлагают Спасибо За Внимание Если Есть Какие-то Вопросы По Докладу В целом По Клауд Я Готов На Нех Ответить Отлично Откытаем Как Это С самого Начала Очень Тяжело Возвать Вопросы Да А Как Сейчас Включу Значит Вот Есть Два Последних Облака Которые Вы Рассматривали Некоторые Доставляют Какие-то Месяц Бесплатно Но За Деньги Деньги Они Как бы Своим Ну Да Фактически Так На Год Так Вот Если Этот Год Заканчивается Потом Эта Фишка Пропадает Уже Надаря Да Дальше Как это Работает После того Как заканчивается Год И после того Как заканчивается Месяц Майкрософта Они Выставляют За следующий Допустим Месяц Использования Они Выставляют Счет Если Этот Счет Не Оплачен Они Просто Выключают Все Все Виртуальные Машины Выключаются Через Некоторое Время Они Удаляют Все Данные Которые Ну Как бы При этом Много То есть Новый аккаунт Да Нет Можно Можно Заводить Новый аккаунт Совершенно Реятно Но Они Не Зря Просят Регистрироваться С карточкой Завести Новую Банковскую Карточку Это Уже Все Таки Чуть Сложнее А И А Вот Нахер Руку Некоторые Умельцы Регистрируют Много Аккаунтов Не регистрируя Минкарточки Просто На новый Емейл Создает Новый Аккаунт И Запускают Там Целые Фермы Из своих Приложений С большим Количеством Запущенных Динок Да Это Такое Есть Скажите Я нахерую Как столкнулся С тем Что Запускается Расплажное Приложение Расплажное Аккаунт Запускается Не 10-20 Секунд А может Прискаться Приблизительно Минут 5 То есть Я включил Он не работает Думаю ошибка Ищу Проходит Минут 5 Он автоматически Сам запускается Сервис Все нормально Смотрите Когда вы Первый раз Делаете Вопрос 5 минут Это От Я имею ввиду Это От Того Как Мы Первый Раз Запущили Кот В Херолку До Как Мы Увидели Что 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 Заработало Я Запущу Запустил Работает На следующий День Захожу Включаю Не работает Что 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 Ищу Знаю Что Долго Стартует Допустим Десять Двадцать Дан Жду Жду Нет Нет Отвлекся Пришел Он автоматом Там Паркор Внутри Крупятся Насколько Я понимаю Докеровские Контейнеры Или Что То Подобное Соответственно Когда Он Это Приложение Услабляет И Потом Восстанавливает Если Ваш Сервер Например Если Он На Ноде Написан На Код То Если У вас Это Не Не Апач Что Стандартное На Джаве Ага Просто Возможно Само Приложение Не Может Корректно Обработать Вот Эту Ситуацию Либо Ну Либо Все Таки Если Это Бесплатная Пирога Возможно Кто-то Будет Сталкиваться Будет Думать Хорошо Спасибо За Крутание На Сом Деле У нас Мы Не Сталкивались У нас На Пирога Крутятся ПКП Штуки И Там Самое Веселое Что Мы Столкнулись Это Композер У У Нас Там Крутятся Больше Такое Для Исследования Что-то На Ноде Пока С Таким Не Сталкиваюсь Ну Крутятся Вроде Вы Нормально Но Вы Бесплатные Скажите 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 Смотрите Есть Есть Настолько Безопасно Использование Своего Сервера На Самом Деле Плюс Для Некоторых Приложений Например Для Медицинских Приложений В Америке Существует Стандарт Называется HIPAA Стандарт Хранения Медицинских Данных Он Очень Строгий И Если Вы Собираетесь Хранить Медицинские Данные То Амазон Например С вами Подписывает Отдельное Соглашение Тогда Все Эти Данные По Собственному Кипу Эти Данные Должны Шифроваться У них Есть Понятие Шифрование Address И In Transition Соответственно Если Вы Передаете Через Интернет Обязательно СССР Если Оно У вас Хранится Где-то На Диске В Базе Должна Поддерживать Шифрование И Собственно Вот Ключи Шифрование Вы Храните Отдельно В таком Случае Даже Если У вас Утащат Зашифрованные Данные То Расшифровать И Будет Сложно А так Вы Храните Если Вы Храните Любые Данные Облаки Облаки Точно Так Как Вы Хранили В сервере Вы Должны Думать О том Что Никакие Данные Не Защищены Абсолютно От Взлома Соответственно Чем Больше Вы Уровней Защиты Сделали То есть Вы Сделали Допустим Firewall Чтоб К вашей Базе Данных Нельзя Было Подключиться Снаружи Ну Только Ваш Аппликейшн Сервер Мог Работать С вашей Базой Данных Дальше Вы Сделали Firewall Допустим Который Аппитейблз И В настройках Базы Данных Еще Указали Когда Создавали Пользователя Что Тебе Только С этих Аппичников Приходить Но Если Вы Все Рано Храните Пароли В Открытом Виде Ну Например То Ну Кто Доктор Даже Не В Облаке На В Вашем Сервере Все Равно Есть Возможность Что Попадет И Откуда Удача Если Вопрос В том Насколько Разделены Друг от Друга Данные В Облаке То Не Может Ли Человек Который Другой Аккаун Попасть Внутри И Посмотреть Ваши Данные То Ну Здесь Как Б Опять Таки Все Зависит От Вас Все Рано Что Если У Вас Был Сервер В Дата Центр Они Все Объединены В Одну Сетку Если Кто На Другом Сервере В этом Дата Центре На Железном Сервере Решит Попробовать Добраться До Своего Соседа Он Точно Так Ж Если Сильно Захочет Сможет Это Сделать Если У Вас Сервер Например Запущен В AWS Cloud Но Они Предоставляют Дополнительные Возможности Защиты То У Вас Например Сервера Могут Находиться Под ВПН Они Могут Находиться Внутри Под сети Которые Вы Контролируете Доступ И так Далее Безопасность Ваших Данных На самом Деле Это Ваша Забота В любом Случай Где Вы Не Постели Спасибо Как Как Вы Можете Свою информацию Находиться Находиться Вообще Типа Ты просто Можешь Два Руки Не Заплачен Яка Подальше Доля Суфаль Если вы платили клауд-провидеру все эти два года, она там будет. Она никуда не исчезает, пока вы выплатите этот клауд. А если это какой-то бесплатный, то не могу ничего сказать. Я думаю, что они их выделят через определенный промеж. Вопрос следующий. Есть несколько собственных компьютеров. Какой степь технологии нужно, чтобы настроить свое облако на своей инфраструктуре? Есть вариант OpenStack. Вы можете запустить виртуализацию OpenStack на нескольких своих компьютерах. И у вас будет свой Private Cloud. Сейчас есть вариант с Kubernetes. Если у вас несколько своих компьютеров под управлением, например, какой-то Linux, то там вы можете развернуть Kubernetes Cluster. И у вас тоже будет облако. Только в Kubernetes вы запускаете не виртуальные машины, вы запускаете именно контейнеры. И он идеален для микросервисов. Очень клевая штука. Может, в следующем году буду про нее рассказывать. Ну, пока я сам с ней только разбираюсь. Спасибо. Давайте вам благодарим Ивана. Спасибо. 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 Спасибо.